В преддверии хаджа в соцсетях по Дагестану разыгрывались путевки в священные земли Мекки и Медины. После жеребьевки среди множества претендентов были отобраны 40 победителей. Многие из них совершили паломничество впервые. Специально для них руководство проекта организовало праздничное мероприятие. Хадж – заветная мечта каждого мусульманина. Для его совершения требуется немало денег. Верующие готовы отдать последние сбережения, чтобы попасть на святые земли и исполнить свой долг. Но как быть, если этих сбережений не хватит, чтобы отправиться в главную поездку в жизни? Благодаря проекту «Мара-Хадж» многих появился шанс. В декабре прошлого года мы решили организовать конкурс на путевку, на розыгрыш бесплатных путевок на Хадж и на Умра. Мы вообще думали просто одну-две путевки разыграть и оставить. Но когда увидели наплыв людей, увидели, как люди реагируют на это все, мы решили это продолжить. И обратились к Хадж-компанию «Марватур», и они нас поддержали, в общем, Мухтед нас поддержал. Я просто слышала, что очень часто слышала, что люди хотят совершить Хадж, что у них нет возможности, то еще что-то. И тогда, получается, разыгрывали альфоном и решили придумать альтернативу. Зачем вот эти яблочные призы? Подумали, лучше что-то такое, что принесет пользу. Пожилому участнику конкурса Абдулому Талибу Газимагамедову удалось совершить обязательное паломничество в преклонном возрасте. Еще в детстве он помнит, как вместе с отцом они мечтали совершить Хадж. Благодаря проекту «Умра Хадж» Газимагамедов попал на святые земли, и, как говорит он сам, впал в изумление. Впечатления от поездки до сих пор не покидают его. Вообще я как очарованный странник. Говорят, но я как очарованный паломник. Я не мог выходить из территории Хаджа Кааби. Я две-три ночи там ночевал, меня даже искали. Я много пил зан-зан, и это мне, может быть, даже обновило организм. Я как будто помолодел. И очистился мой организм, я стал здоровее. И ощущения у меня очень светлые. Среди участников конкурса были и подопечные фонда «Инсан». Одна из них – Камила Жевлакова. Шесть лет назад она приняла ислам. Узнав о столпе ислама Хаджа, она поставила перед собой цель – совершить его. В этом году ее мечте суждено было свершиться. Когда я в Махачкалу приехала, я тоже подавала заявку участвовать в Хадже, но у меня тогда и прописки не было, и ничего не получилось. Очень хотелось еще в 2013 году попасть в Хадж. Ну вот мне эта возможность только в этом году предоставилась. Находиться на этой земле, святой земле, на самом деле, это уже было огромное благо для меня. И не могла надышаться этим воздухом, просто даже ходить по этой земле, и уже не говоря об остальном, обо всем, о самом Хадже, об обрядах и всем остальном. Мероприятие, организованное для участников проекта, проходило в торжественной обстановке. Вел вечер гендиректор ТСД «Южный Дагестан» Мухаммад Расул Абакаров. Звучали нашиды. Всех участников мероприятия ожидало вкусное угощение. А кульминацией вечера стало объявление о начале нового конкурса. Прошедший конкурс не последний. В скором времени руководители проекта «Умра Хадж» намерены запустить новый. К месяцу Рабиуль Ауаль каждую неделю будут отбираться участники для совершения малого паломничества «Умра». Как обещают организаторы, их количество будет гораздо больше. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.